Всем привет! Вы на канале Лимончало, канале про алкогольные напитки и не только. А сегодня мы говорим про российскую винодельню. Это вот такая вот Тристория. Тристория – это винодельня полного цикла в Краснодарском крае. Полный цикл означает, что на винодельне полностью контролируют все процессы создания вина. От первого саженца винограда до запечатывания каждой бутылки. Виноградарством в этой местности занимались еще с античных времен. Именно здесь, в предгорье Маркотха, по преданиям, обитал трехрогий бык. Винодельня расположена в Краснодарском крае, в 24 километрах от Новороссийска, в Семигорье. Подножие Маркотского хребта всегда было идеальным для виноделия. В Средневековье здесь создавали вино генуэзские мастера. Сегодня их традиции продолжает винодельня Тристория. Климат здесь обычно описывают как мягкий континентальный, смягчаемый близостью моря. Ландшафт – долина холмистый. Виноградники защищены от прямого воздействия, характерны для данного места ветру, но при этом хорошо продуваются и не промерзают зимой. А весь секрет в особенности движения воздушных масс. То есть, днем с моря движутся теплые и влажные массы, а в вечернее и ночное время – прохладные. Грунтовые воды подходят близко к поверхности и с 2019 года для водоотведения используется система подземных тренажей. Мергелевые почвы, обильное солнце и морской ветер помогают энологам создать яркие, ароматные и благородные вина. Тристория – это винное хозяйство полного цикла, с уважительным отношением к традициям и грамотным новаторским подходом. Винодельный принадлежит 100 гектар виноградников, на которых выращивается 14 европейских сортов винограда. Также у хозяйства есть пасека и экоферма. Эмблемой вина является трехройкий бык. Каждый рог символизирует стихию морского воздуха, горных почв или солнечного света. В 2016 году началось освоение терруара в долине Семигорье. Именно здесь, в районе современного поселка Ленинский путь, на высотах до 220 метров над уровнем моря, располагаются земельные просторы винодельной Тристория. В 2017 году создается предприятие, и винодельная производит первый урожай. Тристория производит вино из винограда, который выращивается с любовью и заботой на каждом этапе созревания. Саженцы из Австрии и Италии, посаженные в уникальной местности, положили начало созданию неповторимого вина. В 2018 году начинается присоединение второй части виноградников. Теруар винодельный разбит на несколько участков, каждый из которых имеет свои особенности расположения, например, высокая точка промерзания или близкие грунтовые воды. Спустя несколько лет бережного и заботливого выращивания винограда появилась возможность попробовать первое вино. Это произошло в 2020 году. Огромное внимание руководители винодельной уделяют развитию винного туризма. В планах дегустационный зал, летний ресторан, магазину трассы и пешеходные маршруты по виноградникам, что всегда привлекает туристов. Основные красные сорта, которые произрастают на территории, это Каберне Савиньон, Каберне Фран, Блаун Франкиш, Пина Нуар, Пти Верде, Ширас, Мерло. Основные белые сорта это Голден Мускателлер, Грюнер Эльстринер, Геверстраминер, Савиньон Блан, Шардоне, Рислинг и Вианье. Согласно сайту производителя, в ассортимент Ристории входят следующие коллекции вин. Это апелласьон, быки, три стихии, арт и резерв. Если вам понравилась какая-то бутылка, я думаю, вы можете самостоятельно зайти на сайт и познакомиться поближе. Но сегодня я поближе хочу вас познакомить именно с быками, потому что из данной коллекции я взяла две бутылочки на дегустацию. В дальнейшем, когда я приобрету, допустим, три стихии или апелласьоны, я расскажу поближе об этих коллекциях. Итак, коллекция быки и начинаем мы по традиции с белого это Савиньон Блан. Вино обладает питким, гармоничным, свежим фруктовым вкусом, с приятной кислинкой и продолжительным послевкусием. Белое сухое шардоне обладает приятным цветочно-фруктовым ароматом и свежим, чистым, легким, чуть даже сладковатым вкусом. Ферментация и выдержка у обоих этих вин проходят в стальных резервуарах, а виноград, кстати, собирается вручную. Тристория белая – это вино, которое изготавливается из купажа винограда сортов Шардоне и Савиньон Блан. Ферментация и выдержка данного вина проходит в течение 9 месяцев в стальных резервуарах. Вино обладает насыщенным, свежим, сбалансированным и достаточно плотным фруктовым вкусом, с гармоничной кислинкой и приятным послевкусием с нюансами айвовой косточки. Тристория розе – это розовое сухое вино, которое изготавливается из винограда сортов Пенануар и Каберне Савиньон. Ферментация и выдержка вина проходит в стальных резервуарах. Данное вино обладает насыщенным, сбалансированным, свежим и ярким вкусом, с обилием фруктово-ягодных оттенков, живой кислинкой и приятным сухим послевкусием. Тристория мерло – это красное сухое вино, которое изготавливается из собранного вручную винограда. На винодельне проводится тщательный отбор и сортировка, после гребня и отделения ягоды мягко прессуются, винификация включает длительную мацерацию на кожице и ферментацию в емкостях из нержавеющей стали. Часть вина, это около 15%, выдерживается во французских дубовых бочках в течение 15 месяцев. У мерло мягкий и гармоничный вкус. Оно такое сочное, свежее, с кислинкой, бархатистыми танинами и пикантно-древесными пряными оттенками. Так, и последнее вино в данной линейке, насколько я знаю, это Тристория Каберне Фран. Это тоже красное сухое вино, виноград здесь собирается вручную. На винодельне проводится тщательный отбор и сортировка, после гребня и отделения ягоды прессуются, винификация включает длительную мацерацию на кожице и ферментацию в емкостях из нержавеющей стали. Часть вина, а именно 40%, выдерживается во французских дубовых бочках в течение 15 месяцев. Вино обладает насыщенным, сбалансированным, сложным и богатым вкусом с нотами темной сливы и зрелых ягод. А также присутствуют тонкие нюансы подлеска и каркаде, округлые танины и долгое послевкусие. Вот такая история получилась у нас сегодня с быками. Возможно здесь были не все вина, если я вдруг найду какую-нибудь еще бутылочку, я обязательно про нее расскажу, например в обзоре следующих коллекций. Ну а пока мы приступаем к дегустации. На данную дегустацию я взяла две бутылочки Тристории, это коллекция Быки, Шардоне и Мерло. Сейчас они стоят по 800 рублей. Кстати, все цены, которые были до этого указаны, это какие-то средние цены, которые я нашла на разных сайтах. Но вот конкретные две этих бутылки я покупала в алкотеке, я наткнулась на какую-то классную акцию и они мне вышли, по-моему, около 400-450 рублей. Я думаю, что при дегустации нам придется сравнивать это вино с какими-то другими образцами других производителей. И мы будем сравнивать категорию 800 рублей, потому что мне кажется, это будет честно. Начинаем дегустацию и это белое Шардоне. Цвет у нас светло-соломенный, с золотистыми бликами. Аромат деликатный, с нотами грушевых леденцов, манго, ананаса, где-то чуть-чуть незрелый персик и цитрусовые нюансы. По вкусу производитель определил его как вино, освежающее с игривой кислотностью. Если честно, оно мне напоминает чуть-чуть Грэп Денс, потому что язычок так чуть-чуть покалывает. Не являясь профессиональным дегустатором, а просто человеком с улицы, я могу сказать, что вино мне не понравилось. Для Шардоне это сильно кислое вино. Если запах, аромат был прекрасен, он как и положено был, как у Шардоне, то вкус слишком уж кислит. Прям, в принципе, не чувствуется каких-то вот этих нюансов именно от Шардоне. Шардоне меня немножко расстроил, поэтому сейчас посмотрим, что там у них с красным вином. Это Мерло. Так, насчет цвета. Здесь все замечательно. Это темно-рыбиновый оттенок, как и должно быть. Аромат свежий, с нотами вишни, вишневые косточки, сливы, черники. Какие-то легкие нюансы пряности и даже есть оттенки какао. В принципе, ничего необычного, все как и должно быть у Мерло. Опять же, по вкусу производитель утверждает, что это бархатистые тонины, обволакивающие ноты дикой вишни, джема, смородины и так далее. Камон, честно, ничего здесь этого нет. Оно супертонинное, такое ощущение, что если просто вот закрыть глаза, я пью не Мерло, который я очень люблю, а какой-то Каберне Савиньон. Я еще раз повторяюсь, я не являюсь ни сомелье, ни дегустатором профессиональным, ни даже кавистом. Я просто человек с улицы, который купил, ну вот если по полной стоимости за 800 рублей вино и хочу им насладиться. В данной ценовой категории я считаю, что есть намного достойнее экземпляры. Например, та же самая Тагуа из Чили или Домен де Мадьян из Франции. Они действительно классные. Да даже далеко ходить не будем. Вот у нас в Волгограде есть замечательная винодельная Покровская. Я пробовала у них тоже Мерло. Там в принципе почва не предназначена для винограда. Они все, ребята, сами завозили, да сами закупали. И то классное вино. Я понимаю, что сейчас у меня будут кидаться помидорами, тапками и всякие сомелье и говорить о том, что это эталоны просто какого-то вина. Ребят, ну мы сейчас здесь говорим о просто человеке, который просто купил бутылку, просто хочет насладиться. И выбирая, опять же, цена до тысячи, да, это конкретно 800 рублей, можно найти кучу всякого разного намного интереснее. Тем более Новороссийск, камон. В Краснодарском крае, а уж конкретно в Новороссийске, мне кажется, сам Боженька велел садить виноград и делать классное вино. Но извините за мою такую чрезмерную эмоциональность по поводу данного вина, но честно, оно меня очень расстроило, уж как я хотела его попробовать. Вот вообще не понравилось и я не буду вам врать, это вот мое такое личное мнение. Может быть, эксперты, конечно, со мной не согласятся, но нет, тресторию я... Ну, можно, конечно, попробовать еще какую-то линейку, но мне кажется, что она меня тоже не впечатлит. Я не имею права давать вам совет, покупать данное вино или не покупать. У каждого вкус свой и, как говорится, на вкусе цвет товарища нет. Но если вдруг у нас с вами вкусы схожие и, как бы, вы доверяете моему мнению, то я думаю, что, как я сделала выводы, вы тоже все поняли. Ну, как-то так у нас сегодня прошел наш выпуск. Дегустируйте, пробуйте. С вами был канал Лимончелло. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok